Вновь приветствую всех настоящих ценителей бокса. Как вы знаете, в конце мая я сражался на открытом ринге, и мы с тренером засняли небольшой материал о волнении перед боем и вообще об эмоциях перед любительским поединком. Я хотел бы вам его показать. Не судите строго, было все довольно незапланировано, звук там далек от идеала, но важна сама атмосфера, сами чувства. Особенно это будет интересно посмотреть тем, кто живет не в России, потому что вы увидите, что такое любительские соревнования по-русски. Ну что, приятного просмотра! Это и я, и мой тренер, и Иван Михайлович. И я буду биться сегодня. Ну смотрите, ребят, кто если мой канал смотрит, вы, наверное, меня уже знаете, да? Я всегда рассказываю про бои, а тут настал час истинный. Получается, я сам проведу бой. И очень много я боксеров других анализирую, бывает даже критикую, может даже как-то слишком строго. Но вот сегодня, получается, я сам буду биться, и думаю, что это очень волнительно для меня. Я испытываю мандраж, как и все, кто когда-либо выступал. Вы прекрасно знаете. Не только бокс, на самом деле. Меня всегда это удивляло. Оказывается, и в футболе, и в гимнастике люди тоже говорят, что они очень волнуются. Но у нас в боксе мы еще получаем по голове. Еще как? Еще как, да, еще как. Слушай, Андрей, я тебя немножко перебью, я буду тебя от него больше отбивать. Андрей просто говорит так, как будто он уже по первый раз в жизни на бой. Стой, стой, стой. Да, это был секрет. Ну я скажу, что Андрей провел уже не один бой, не один, но был очень большой перебив. Так, ну давай я тебя верну. Конечно, конечно. Насчет мандража и волнения. Ты не договорил, это другая. Да, ну оно реально, оно очень большое. Я почему-то сейчас как стал говорить, оно у меня снизилось, я не понимаю, почему. Работаю на камеру. И я хочу сказать, что ой, как я сейчас волнуюсь, меня трясет. Но уже не так сильно волнуюсь. Вот именно в эту секунду я не волнуюсь. Но вообще это очень все волнительно. То есть я не только-то себе могу сказать. И это всегда. И физиология. То есть люди чаще берут с туалет, там тошнота, супость во рту. Вот, допустим, до того, как я достал камеру, Андрей мне сказал, Иван... Андрей сказал мне, Иван, Иван, подожди. Если ты будешь меня снимать, я буду еще сильнее волноваться. Блин, подожди, я потом нормально не смогу боксировать. Но получается так, что вот как я начал с тебя снимать, на мне все меньше и меньше стало. Правильно? То есть ты не стал боксироваться, не стал привыкать. То же самое в бою происходит. Когда ты только выходишь на ринг, волнение перебирает тебя. И ты... У тебя ноги могут дрожать, руки дрожать. Ты ничего не слышишь, ты не слышишь тренера. Но как только ты начинаешь боксировать, все, ты начинаешь заграгиваться. Потому что более внимательно. Лучше начинаешь двигаться. Первый раунд не показательный, но дальнейший может быть такой, что в первом раунду двигаешься неаккуратно, коряво, руки опускаешь. И заволнение. Потом оно пропадает, и уже начинается хороший бой. Да, да. Я вот хочу даже дополнить, это чистая правда. После первого раунда всегда есть огромное облегчение. То есть, даже вот если тебя побили, всегда идешь, ну, после первого раунда садишься на стул, то как бы сразу чувствуешь какую-то душевную легкость. Даже без ранницы, если противник седеет тебя, все равно ты понимаешь, что все страшно уже позади. То есть, уже все, страха больше нет совсем. И дальше остается только вести свою работу. Ты можешь бой или выиграть, или его слить, проиграть, но ты уже спокоен, уже нет вот этой душевной, как бы мерзости, липкости вот этой вот страшной. Ну, конечно, вот это видео будет полезно ребятам, кто ни разу не выходил в рим, кто ни разу не бился, но всегда об этом мечтал. Вот, то есть, они будут понимать, что это уже не так страшно, когда человек откровенно рассказывается, как он волнуется, как он выступает. Потому что многие боксеры говорят, да нет, ну я срочно спокойно выхожу на бой, там, я никогда, ну, я редко волнуюсь, я вообще там чашечку кофе выпью, держу пусть хорошую, там все, а вообще часто я сплю перед боем, но я просто будет, я сразу в ринг выхожу, в роге, так, помню, сакуо. Я не в роге, а в роге, как и в роге. А я фильм про Боха сам не так люблю смотреть, я просто, ну, особо не смотрю. Ну, короче, я слышу, что бывает такой, вот, боксер спит, и вот будет он выходит в ринг, вот, ну, мы тут реальной жизнью занимаемся. Да, реально все совсем не так. Мы просто сидим сейчас около стеночки, вот, вот в зал, ребята бесятся, молодежь играет мяч, там идет жереблевка, ребята ждут сейчас. Все, примерно, боксеры, кто будет боксировать, примерно вот в таком же эмоциональном состоянии, как Андрей, на самом деле, находится. Мужчина. Да, но, на самом деле, настоящий боксер это не показывает. Да, не показывает. Хотя, настоящий боксер может это показывать, может не показывать, это неважно. Главное, это боксирует. Да, но волнение это допинг, то есть оно мучительно, но физиологически, опять же, выбрасывается в кровь, там много всяких веществ, мозг там все ускоряется, адреналины всякие там, жиры, глюкоза в крови, сердце бьется быстрее, в общем, оно, ну, ты сильнее от него становишься, то есть тебе мучительно, но ты на самом деле, ты это не понимаешь, тебе кажется, что ты слаб, потому что ты уже какого-то морально подавлен, а по факту ты сильнее, то есть это как бы иллюзия. Но на самом деле, я думаю, извини, переблите меня, это бокс тут принято перебивать, обмен ударами, и все такое. Я так думаю, что нужно уметь, не то, чтобы бороться, а пользоваться этим состоянием, пользоваться волнением, чтобы оно играло во благо, оно помогает настроиться, помогает сосредоточиться, ускоряет работу мозга. Соответственно, если человек не настроил работу своего мозга, но мозг ускорился, он начинает, он становится рассеянный, путается, все дергается, столько информации поглощается, миллион терабайт в секунду, вот, а боксер, который может взять все это под контроль, он настроен, он, конечно, столько же информации поглощает, но вся эта информация, она полезна, он оценивает противника, чувствует свое состояние, правильно? Конечно, конечно. То есть, волнение, получается, это как река, можно пытаться ее побороть, строить какие-то там плотины, дамы, но это бесполезно, она все снесет, а можно построить вот эту уменьницу, которая будет тебе приносить пользу. И вот, ну, задача боксера, как, наверное, и другие спортсмены, это бороться, то есть, уменьницу построить, чтобы как бы владелец не помогло, и только ты, и сейчас, наверное, можно так же на лодку, можно идти против течения, а можно пути. Точно. Да, параду переодеться, уже можно начинать, переодеваться, нас уже зовут переодеваться, сейчас начнется парад, я думаю, следующее видео будет на параде. До новых встреч! Спасибо, кто приехал! противник у меня довольно высокий такой, левша, но ниже не лез, так вот, ну, видь просто, и вот все, то вот раз, что-то видит, вот прям, даже не левен, нет, он, у меня маленький хран, мне показалось, что он не страшный, вот, у меня такое уже одностое, что показалось, что не страшный, отбил прошло, но так часто бывает, поэтому лучше видео не смотрели, затем, тем может на видео показаться, что он сильнее, или что он слабее, опять же, видео-то было записано когда-то, в каком он сейчас находится. Это же было, все-таки было записано, был голосом. Может, при конца это время на голову вырвать, а может быть, он не тренировался, а теперь в баре приехал, ну, то есть, вариантов масса, зачем, зачем себе голову, а только давать, у вас антрость, вот так, я хочу начинать, ну, мы, будем просто обстоятельствовать, будем надеяться. Подберутся. 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 В нюхме его. Все, все, кидай, левую кидай. Кидай, левую кидай. Отсоряй, деревни, ровно захоронили. Он сам под правую идёт, в среднюю, он сам идёт под правую. Правый, коротко, правый, коротко. Почтальон! Ой, хорошо! Почтальон! Начинай, 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 начинай сам! Он под правую идёт, Андрюха, все вправо. Правый, медленно работает, резко прочь правый. Все, правый, коротко. Вот, хорошо! Музыка 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 Музыка